Об самым наболелым, минавито так, напевно, можно сказать об заворотах, которые поступают на правые телефонные линии у выканавчика комитета. Некого хвалю и непрацающие лазни у вёсты, некого великая колькость машин на городских дворовых территориях. Только областный выканавчий комитет за 9 месяцев поступило уже омаль 1100 звонков. Практика свечить, омаль 80% пытаний, за какими же хоры Гомщины звертаются у органов выканавчии улады, можно вырешить без протягнения бюджетных сродков. В общем, такие проблемы, саправды, выкликаны элементарным нежаданием особных специалистов в оконность своей обовязки. Гомельчанка Галина Шусева поскарделася у оболоконкам на работу в гомельской ветеринарной лечебнице. Коли захворела домашняя живёла, и она разом с мужем звернулась за терминовой допомогой у гэтую державную установу и сутокнулась за односинами, які навод бюрократичными назвать нельга. Он меня ставит, ну, колите ему антибиотик таким тоннами. Я говорю, ну, если вы в 103 позвоните, и вам так ответят. Вы что ответите? Вы должны? Я же к вам как к специалисту приехала. Мы вас завезём назад, привезём, заплатим. Мы же всем деньги нужны. Не знаю. Чему державную установку непотребны гроши и кто занимается выховавшей работой, сяжут сопротивленников гомельской ветеринарной лечебнице. Теперь высветлась специальная комиссия, ответная до ручения от реминара от старшини Аблоконкама. Васюченко, значит, это ваша структура, ваша подвластна вам горисполкома. Значит, выехать, разобраться и показать мне, и дать человеку ответ, кто там. И разобраться самым строгим. Нет, пускай идут и ищут работу. Ни яких финансовых укладаний у державного бюджету не патрабоя и проблема, якая была огучена подчас промой телефонной линии у гомельским гарвоконкам. Жахары дома номер 2 по улице Бардина поскардиеся на предприниманников, храмы яких знаходится на пешем поверсе. Справу тем, что гэта нежилые помешкания не эксплуатуются и, отповедно, не отапливаются. У квартирах, якие знаходятся над ими, житё у выннику, первоутворилась у постоянную борьбу за выживание. У тымлику – дятей. Одна семья многодетная, там мама у них инвалид, вторая семья, там ребёнок инвалид, у него проблемы со здоровьем серьёзные. Это, конечно, отражается ещё хуже на их состоянии здоровья. Все эти условия. Значная частка грамадян подчас промых телефонных линий охучивая проблемы, які актуальны не тольки для конкретного человека. Комельчанка с дома номер 17 по улице Косарова, например, звернулась с пытанием створения додатковых парковочных мест для приватного аутотранспорта, машин на дворовой территории кажа стойки, что страшно детей на улицу одних выпускать. Угар в оконками с наявностью такой проблемы погоджаются и обицают, меры будут приматься. Стараемся мы эту проблему решать. Вот в этом году где-то около полутора тысяч парковочных мест мы по городу создали новых. Но и этого мало. Поэтому берём ваш адрес себе на заметку, посмотрим, что там можно сделать. Ну не сейчас, естественно, это уже весенний, летний период, когда наступит. Тогда будем смотреть и будем думать, что там сделать. Алексей Чаров, Еген Макеенко, телерадио компания Гомиль.